Очень тихий голос, периодически пропадает, все время хочется пить. Делаю специальные дыхательные упражнения, но голос все равно тихий. Как это исправить? Заранее вам спасибо. Это привычка, это закрыто у вас вообще о себе заявление. Значит, достаточно долго вы находились в условиях, когда вам запрещено было говорить. Или вас перебивали, или на вас кричали, когда очень близко. Это эмоциональный интеллект, так называемый. Это уровень интереса. Это когда ребенок очень открыт, и когда ему хочется все узнать и прознать, а его, это называется, на взлете останавливают, и все запрещают и ограничивают. Тогда для того, чтобы сохранить жизнь, просто жизнь сохранить. Слуховые вещи, ну вот, да, мембраны наши, они перекрываются. А когда вы, ну, условно, не хотите слышать то, что вам пытаются тем или иным тембром высоким, грубым, жестким доносить, то тогда вы и себя перестаете слышать. Почему вы потихоньку берете книгу, читаете вслух, начинаете с кем-то разговаривать? Это должно быть интересно. Вот вы должны интересно, вам, ну, захотеться должно слышать музыку. Высокую, симфоническую, какую-то такую красивую, как сферическую, чтобы это были очень высокие частотные вещи. Скрипка, гитара хорошая, саксофон, вот что-то такое переливающееся, чтобы вы своё внимание переключили на слух для того, чтобы различать звуки. Как только это станет в вашей привычке, вы естественным способом переключитесь для того, чтобы слышать других людей. Единственное условие — те, которые помогли вам отключиться от мира, да, слишком много шума было, вот в этот момент должны на вас не иметь никакого влияния. И тогда постепенно в течение полугода вы восстановите голос. Если вы никого не слышите, тогда и говорить громко не будете.